Девочка-пай 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 Продолжение следует... 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 Я сейчас на ряду на ряду, и у меня есть вот этот ряду на ряду, потому что я не могла перестать на ряду. Я сейчас покажу вам еще раз на ряду на ряду на ряду на ряду. Да, это латшн-фельд, который я спрятал. Дальше идет немного стейлер. Это тоже латшн. Я, как говорится, на остатке с Гребеном. И вот тут я еще раз пришел. Да, это латшн-фельд. Да, здесь вы видите, что это заходило на дорогу. Ванна, вы видите, что он находится вверх. И вот, через этот грибок, нужно выжить и вот здесь, чтобы вы вверх 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 вверх, на северной дороге. Это очень важно, если вы вверх вверх, то вы должны быть уверены, что никто там находится. Потому что это очень брюши здесь, и вы можете из-за стены обтрыть, которые вы просто не видите. там. Так, я сейчас вступаю в рост. Взять на дорогу. Взять на дорогу. Варианты А, по росту, это Клеттение, в росту и много латшин, где можно пройти. В конце можно найти, чтобы вы здесь латшинный хранит или где-то, чтобы вы его не могли. И это не очень удобно, поэтому я думаю, что это не очень удобно. Я думаю, что это немного логает здесь. Если вы наступаете на Тур, то рекомендует, я рекомендую, на Ринне, здесь на Остсайте, по-настоящему, по-настоящему, это очень удобно. И это не так, как это, что я здесь делаю. Я выбираю себя в Астанте. Это более индивидуалисты, которые знают, что они делают, и которые могут быть осознанным бургом фельдом. Для нормального Вандера есть это совсем ничего. И для начала, скажем так, в альпинском районе, это тоже ничего. Поэтому я больше не беру, потому что, как говорится, это, как говорится, немного ладжет. В Вандер-Ваге важно сказать, что вы не заходите в Вандер-Ваге. Есть очень много Вандер-Вага на пустер-Ваге. И, во время вы заходите, нужно осознануться, что вы не заходите. Вы можете заходить в Вандер-Ваге до конца. и дальше идёт по нормальной дороге на высоте на высоте на высоте на высоте на высоте Сейчас мы идём дальше и идём дальше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сейчас следующим ремонтом. Да, наверное. Здесь даже съемки с сверху. Здесь очень много кул. Сейчас здесь есть очень шоколад. Итак, я снова взвешиваю к Кистенкару. Решей к Кистенкару. Решей к Кистенкару. Решей к Кистенкару. И мы идем дальше. Это очень круто, этот дорогой. Итак, мы находимся. Мы готовы. Да, Leute. Комментируй к Кистенкару. Я в Эшн-Луре стартет. И через Харн-Бихен-Стег на 12-копфель. Что было важно? Мне кажется, что, по моему мнению, это обзвешивание на 12-копфель, было не так просто. Дальше. Решей к Кистенкару. Решей к Кистенке. И это был ларшен-копф. Это можно себе подумать. Я в этом году я в горы Кистенке. Это была 2-класса. И это легче, чем я представил. Я бы сказал, что это было много 1-копфель. И это было немного 2-копфель. Но я не могла дать много времени. Я не могла дать много времени. Я могу сказать, что эта хоя Кистенка очень любимая. Это очень важно, если вы обзвешиваете на дорогу, на горы Кистенке. Дените на дорогу. Это очень страдающий Кадр. Есть много лошадей. И это очень быстро, что стены внизу. И это не должно быть. Теперь мы еще раз обзвешивание на дорогу. На дорогу, на дорогу, на дорогу, это было очень хорошо. Как вы видите, как он устроил вниз, на дорогу, на дорогу, на дорогу, на дорогу, Встаточный шестернинг не разобновал. Один на дорогу. И даже, что это очень тяжело. Я бы сказал, что это действительно тяжелый пилоток. А теперь, когда это будет на дороге, то есть идти, что ты устроен. fit sein und guten festen tritt haben ja mir hat heute mal wieder gut gefallen ich hoffe es hat euch auch gefallen wenn ja dann gibt dem video doch einen daumen nach oben vielleicht abonniert ihr noch meinen kanal und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten mal wieder also macht's gut servus